Всех приветствую, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы показать вам партию, которая была сыграна 11 марта в Москве, в скейт-парке Red Deck. Проходил шахматный турнир, турнир с контролем 10 плюс 0. И перед вами сейчас партия первого тура, которую мы посмотрим как в живом формате на доске, так и на доске анализа. И попробуем дать какие-нибудь комментарии по ходу игры. Соперник начинает с хода Е4, как вы видите, и я не знаю силу соперника, хожу сразу Ф5. Иду в свой гамбит Дураса, соперник ходит конь Ф3, я хожу Д6. Возможно, это не самое сильное продолжение, я привык, что соперники берут. И Станислав ходит Д4, на что я отвечаю конь Ф6. То есть так, грамотно, грамотно захватил центр, тут ему как раз принесли горячий чай, потому что в скейт-парке очень холодно. Как оказалось, Станислав довольно сильный игрок, раньше занимался шахматами, знает шахматное сообщество тренера, например, Павла Тельмухова. Так, ну тут мне приходится уже брать, пока я заговорился, он берет конем. Машина показывает, вот ползунок слева вы увидите, что плюс 1.18, но некоторые ветки дают до плюс 2, и вот сейчас уже плюс 2 за белых. То есть это очень подозрительный дебют. Естественно, я хожу G6, чтобы поставить слона на G7 и превратить этот дебют в мою любимую голландскую защиту. И перед соперником стоит выбор, что нужно делать. Конечно, вот анализ показывает, если конь бьет коня, то преимущество белых плюс 2.5 практически, плюс 2.5. У меня план простой в такой позиции, то есть уйти в короткую рокировку, вот происходит размен. Это, конечно, не меняет оценочной картины, и соперник сразу задвигает D5, после чего его преимущество падает. А D5 он, скорее всего, задвинул для того, чтобы не дать выйти моему коню на C6, как я подозреваю. Ну и тут я делаю шаг для того, чтобы рассмотреть еще вариант с длинной рокировкой. Соперник закрывается конем. Я, естественно, увожу слона и сохраняю уже возможность быстро убрать короля из центра. При этом оценка уже всего лишь плюс 1 за белых, то есть практически равная. И Станислав пускает в игру второго слона, и я делаю 2-0. 2-0. Ферзь идет на D2. И теперь у белых есть возможность как уйти в 3-0, так и в 2-0. И куда они пойдут, непонятно. То есть сейчас идет такой процесс выжидания, потому что если они пойдут в 2-0, то в принципе это хорошо, потому что по голландским мотивам мы можем толкать пешки вперед. А если они пойдут в 3-0, то игра будет очень острая и на обоих флангах идти. Поэтому я сразу хожу А5 для того, чтобы если он пойдет в 3-0, здесь уже одна из пешек начинала движение вперед. Ну а соперник, естественно, ходит H4, потому что нужно вскрывать игру. И это еще больше показывает, что он уйдет в 3-0, потому что он уже пешкой H пошел в атаку. Пошел вскрывать пешки G и H, эти линии, ладья. Слоны смотрят... Слоны немножко кривовато смотрят, но смотрят вперед. После чего я задумался, я понял, что ход H5 давать нельзя. Просто нельзя, потому что тогда вот эти пешки начнут падать. И нужно что-то делать. И делаю очень глупый ход. Я не знаю, что в этот момент, о чем я думал. Я делаю ход H5. Конечно, это грубая ошибка, это зевок, потому что пешка на G6 просто падает. И когда я это понял, у меня была только одна надежда, что соперник этого не заметит. Это страшная ошибка, после которой вот эти пешки просто падают. Просто две пешки. И машина показывает уже плюс 4, ловить здесь просто нечего. Не знаю, давление, нервы. В чем причина была этого зевка? Я не понимаю, времени было много. Подумать можно было спокойно. Ну, какое-то вот быстрое машинальное движение, после чего вот соперник, да, съедает. Съедает пешку. Съедает пешку. И позиция становится уже плачевная. Нужно думать, как спасать пешку H5 и что вообще делать. Потому что, как я уже говорил, на королевском фланге намечается очень серьезная атака белых. Очень серьезная. Так, ну, тут я впал в размышления, как нам спасти игру. Кстати, возможно, нужно было доску повернуть за черных. Но так как камера стоит живая и снимает все-таки со стороны белых. Мы оставили со стороны белых. И тут я нашел ход F5. Не могу сказать, что он сильный. Машина его ругает. Оценка выросла до плюс 5. Это смешно. Но практически шансы какие-то есть. Во-первых, висит пешка B2. Во-вторых, назад слону идти не может. То есть, тут может быть какая-то ловля. И грозит движение пешки F4, после которой начинает слон быть под боем. И соперник ходит конь F4. Это небольшая неточность. По оценке машины, как раз он не дает пойти мне F4. Возможно, как-то защищает слона, который не может выйти. Хотя слон мог съесть сюда, съесть эту пешку. Ну и просто идет, видимо, в атаку. Но как раз теперь позиция вот этого слона и не рокированного короля с простреливающим ферзем начинает быть более-более опасна. Ну, естественно, мне нужно отыгрывать материал. Я беру пешку на B2, нападаю на ладью. Теперь ладья находится под боем. И есть уже какие-то маневры для того, чтобы поддавить на эту пешку, если вернуть слона сюда, после того, как соперник, скорее всего, отойдет ладьей. Или поставить слона куда-то в центр. Да, естественно, соперник убирает ладью из-под боя. И теперь вопрос, куда лучше всего отойти слоном. Машина рекомендует отойти слон Е5. Это первая ветка с плюс 3.32 в пользу белых. Естественно, отходим в слон Е5, потому что на взятие он брать не может из-за связки. То есть тут все очевидно и просто. Соответственно, сопернику нужно решать, что делать. Что делать со связкой. Плюс выигрыш пешки на B2 еще лишил его длинной рокировки. Поэтому сейчас король может уйти только в короткую рокировку. Но при том, что он ведет атаку на королевском фланге, ему делать рокировку не стоит. И он нагло съедает пешку на H5 конем. И пропускает удар F4. После этого черные перехватили полностью инициативу, потому что получается следующая картина. Если он берет, мы берем шах от ферзя. Ферзь висит, то есть он просто теряет фигуру. Ну да, можем посмотреть. Ему придется закрываться, да? Наверное. То есть он просто остался без фигуры в данном случае. Хорошо. Какие у него есть еще варианты? Отойти сюда тоже. Все то же самое. Он просто теряет слона. Если он берет конем, то то же самое. Он просто отдает коням. И получается картина, что вот эта фигура просто теряется. Вопрос только лишь, как ее лучше всего отдать. Машина предлагает вариант пойти ладья B3 на взятие. Видимо перекрыться взять ладьей, чтобы у меня слон был на связке. Предлагает уйти в 2-0. Спрятать короля. Либо королем отойти король F1. Хотя в четвертой ветке есть вариант конь бьет F4 и отдача коня. Но ситуация уже неприятная. Потому что то преимущество, которое было потеряно мгновенно. И остается только думать, как лучше всего отдать фигуру и за что. Ну, в принципе, все варианты мы уже посмотрели. Ну, а у черных варианты простые. Король уходит на D1. Все-таки соперник решился. Ну, и теперь у черных преимущество по времени на минуту 40 больше. Плюс сейчас можно отъесть фигуру сразу же. А можно, например, рассмотреть вариант шаха. Над этим, видимо, я сейчас и думаю. Ну, естественно, я решил взять, чтобы была синица в руках. Берет ферзь, берет ферзь. Ну, и теперь мы видим, что у нас лишний слон за две пешки. За две пешки. Но нужно не забывать о том, что на королевском фланге три связанные пешки идут на голого короля. Поэтому не так все однозначно. Абсолютно не так все однозначно, как кажется. Естественно, я делаю шаг, потому что я понимаю, что в выигранной позиции мне нужно менять фигуры. Забираю коня. Соперник опять над чем-то подумал. Задумался. Ему, естественно, размены невыгодны. Но вариантов у него особо нет, потому что размены идут. Ему скорее нужно думать, как о том, закидывать пешки вперед. Потому что пешки действительно очень опасны. Разница по времени всего лишь минута. И теперь стоит вопрос над тем, что висит пешка на b6. Как включать коня в игру? То есть конь на c6 сейчас пойти не может, потому что пешка висит. Конь на d7 тоже не может пойти, потому что пешка висит. Как включать коня? И как тормозить эти пешки? Вопрос для черных. Плюс, как вести свою атаку? Но в этот момент я раздумывал именно над тем, стоит ли отдавать эту пешку или нет. И все-таки решил, что ход b6 будет самым правильным. Потому что давать третью пешку за фигуру, это уже совершенно перебор. Ферзь соперника пошел на клеточку вперед. Видимо, хочет сделать шаг на g6. Но, в принципе, меня этот шаг не пугает абсолютно. Потому что у меня тут и слон, и ферзь. Но меня единственное, что пугало, что где-то есть возможность перебросить ладью на e1. И потом толкнуть f4, с учетом того, что у меня тут, можно сказать, ферзь на связке под слоном. И в этот момент я задумался, стоит ли выводить коня. И все-таки решил сразу убрать слона из-под этой связки и предложить размен ферзей. Не играть с огнем, потому что непонятно, где пешка может прилететь вперед. Ну, соперник погрузился в долгие-долгие раздумья. Очень долгие раздумья. Делает шаг. Я, естественно, закрываюсь ферзем. У нас ровно по 3.25. Ровно по 3.25. И в этот момент соперник начинает очень-очень-очень-очень долго думать. Очень долго думать. Я не знаю. Может быть, он тут искал какие-то матовые атаки. Но нужно понимать, что у него атакуют всего лишь 2 фигуры. Вот слон и ферзь. А короля защищают 3 фигуры. Слон, ферзь и ладья. Соответственно, поставить мат двумя фигурами, когда тут так много защитников, практически нереально. Поэтому за белых, мне кажется, самое объективное решение это убрать куда-то ферзя назад, начать толкать пешки, моментально толкать пешки и подтягивать ладью на линию G или подтягивать вообще вторую ладью и начинать давить. Но с учетом того, что у обоих мало времени, нет добавки, и белым невыгодны размены, отход ферзем очевидное решение. Вопрос куда? Ну, на f6, видимо, вставать опасно, потому что есть какой-то отскок слоном, и ладья будет рентгеном смотреть на ферзя, поэтому надо отходить либо на e5, либо на d6. На e5, мне кажется, можно спокойно отойти, потому что ладья черных не может прийти на e8 из-за того, что слон контролирует это поле. Другие фигуры тоже ферзя здесь прессинговать не могут, поэтому ход ферзь e4, наверное, самый логичный в данной ситуации. Потому что если уйти на d3, ферзь не может подключиться по горизонтали, а с e4 ферзь всегда может прийти на g5 и дать какой-то шаг, если ферзь черных уйдет. Ну, в общем, близко к борьбе. Тем временем уже соперник теряет практически все время, с учетом того, что мы играем без добавки, а тут уже скорее нужно шлепать для того, чтобы что-то делать, чтобы иметь какие-то шансы на победу. Возможно, он просто забыл о том, что есть часы, о том, что идет ход борьбы, и в итоге все-таки он отходит на e4. Отходит на e4. Ну, и тут теперь вопрос, как черным проводить атаку. Опять же, в первую очередь все-таки хочется включить коня, который абсолютно не играет, и поэтому вопрос стоит, есть ли ход конь d7, потому что на ход конь d7 есть шаг, но пока стоит ферзь, он будет защищать коня, поэтому такой ход есть. И делается ход ферзь d7, пешка g4 пошла вперед, но, видимо, она пошла вперед поздно. Далее следует конь c5 с нападением на ферзя, то есть конь уже приходит в центр доски, ферзь должен куда-то ходить. А времени тем временем становится все меньше и меньше. Сначала соперник хочет пойти на f5, но понимает, что будет стоять под связкой, под ладьей, поэтому соперник отходит ферзем на e2. У него остается 44 секунды, у нас остается 2.40. Ну и тут уже хочется как-то коня привести на поле c3, для того, чтобы провести какую-то атаку. Или поставить ферзя как-то на d4, чтобы сделать шаг и тут замотовать, потому что король остался в центре. А пешки вроде пошли не так грозно, как могли бы пойти, потому что слон тут застрял. И в итоге я делаю ход слон b3 с идеей хода ферзь d4, проведения какой-то атаки и пытаться поймать короля в центре, чтобы король не мог уйти на e1, только двигался в эту сторону, и тут его как-то зажать. Дальше идет ход g5. И тут, конечно, вот минус 11. Ход ферзь d4 надо было обязательно делать, но почему-то я уже отказался от этого хода. Не знаю почему, видимо, потому что как-то было страшно уводить ферзя от головы одинокого короля, когда пешки уже так близки. И поэтому я решил сделать ход конь a4 с идеей того, что куда-то отпрыгнуть слоном и поставить все-таки коня на c3. Тут уже начинается быстрая игра. Ферзь делает шах, король уходит. Естественно, на h8. Преимущество растаяло. Такое колоссальное, но все-таки оно есть. Ладья b3, видимо, защищая пункт c3. Ферзь все-таки сделал шах, но уже поздно, потому что король просто убегает на c1. И тут никакой атаки, видимо, нет. А теперь, если сделать какой-то ход типа, я не знаю, b6, уже, возможно, грозит вечный шах путем... Поэтому был шах слоном, король уходит на b1. Шах нужно было дать для того, чтобы подумать. И все-таки я принимаю решение вернуться ферзем назад, потому что, мне кажется, может быть вечный шах. Хотя вечного шаха быть не могло, потому что ферзь потом мог вернуться на g7, но если бы ферзь куда-то полез дальше вперед, то... Подтянулась ладья, слон занял e5, перекрыл всю позицию, ферзь уходит на g3, а конь делает шах. Тут можно было отдать ладью, но у соперника падает флаг. Так закончилась партия первого тура. Не могу сказать, что сыграна игра прекрасна, это живой блиц. Был, конечно, зевок на g6, вот, видимо, о чем я показываю. Точность анализа на ческоме белым дала 61,9, черным 71,7. График, конечно, сначала огромные преимущества у белых, потом резкое падение, как в Северестах, и огромные преимущества у черных. Вот. Тут интересно, наверное, было послушать, включить, что говорит соперник, рассуждает по поводу F4, по поводу точка F4, по поводу моего зевка на F6, то, что он увидел и потерял фигуру на F4, но качество звука из-за того, что там катаются скейты, не очень, поэтому мы оставим, видимо, такую запись. На этом закончилась партия первого тура. Всем спасибо за просмотр, за внимание, и до скорых встреч!